всех приветствую продолжаем знакомиться с альбомом картин художников фототипе описание этих работ художественно-литературный журнал редакция журнала всемирная иллюстрация санкт-петербург 1893 год Ярослав Мудрый Нестор в своей летовеси как известно совсем не упоминает о дочерях Ярослава Мудрого но иностранные летописцы называют трех Елизавету Анну и Анастасию или Агмунду княжна Анна вторая дочь Ярослава вышла замуж за французского короля Гинриха первого решение Гинриха искать себе невесту в отдаленных странах вызвано было следующим обстоятельством папа объявил кровосмешением супруга отца Гинриха короля Роберта как беззаконника за то что он женился на родственнице в четвертом колене Гинрих находившийся в борьбе или менее близких родственных отношениях с монархами соседних государств боясь такой же участи и поэтому решил искать себе невесту где-нибудь подальше его выбор остановился на одной из дочерей Ярослава Франция в то время слабая нуждалась в такой союзнице как Россия возвеличенная завоеваниями Олега в 1048 году по известию древней рукописи найденная в Сент-Амерской церкви король отправил послом к Ярославу епископа Шалонского Роже Анна приехала с ним в Париж где и совершил был обряд венчания по кончине Гинриха в 1060 году Анна славившая своим благочестием удалилась с английский монастырь через два года вопреки желанию сына вступила в новое супружство с графом де Крепи один французский летописец говорит что она потеряв второго супруга возвратилась в России но это известно сомнительно сын ее Филипп царствовал во Франции питал такое уважение к своей матери что на всех государственных бумагах Анна вместе с ним подписывала свое имя до самого 1075 года года ее смерти честолюбие семейные узы и в особенности католическая вера принятая Анной удерживала ее во Франции картина Неврева бывшая на выставке передвижника в 1888 году изображает как Ярослав Мудрый напутствует дочь свою Анну за мужество французскому королю Генриху Первому в большой комнате терема с левой стороны на столе находится икона и хлеб с солью этот стол окружает женщины из штата княжны Анны и разные придворные лица по правой стороны мы видим французское посольство характерных костюмах того времени между лицами этого посольства на первом плане стоит епископ Роже с посохом и смотрит на прощание Ярослава с дочерью которые помещены почти на самой середине картины великий князь обнял свою дочь которая с плащем припала к нему позади этой группы стоит православный епископ с крестом по напряженному и взволнованному выражению всех лиц этой группы нетрудно догадаться что еще несколько минут и княжна Анна невеста французского короля уедет в далекую Францию вся композиция благодаря очень искусной группировке лиц и драматизму всей сцены производит сильное впечатление к этому необходимо прибавить что колорит картины превосходен и освещение выбрано чрезвычайно удачно из числа исторических живописцев нашего времени неврева следует признать одним из самых талантливых ну вот такое описание по журналу 1893 года пока